привет друзья с вами алексей марков и канал хулиномика сегодня у нас очень занимательная тема как привлечь в свою жизнь дачу я специально надел футболку специальную призовую правда там уже конечно покер-рум уже не тот но тем не менее она напоминает мне об удаче и сегодня речь пойдет как раз в том числе и опоки есть такой мужик по имени джордж мэг он типа такой growth хакер или специалист по развитию бизнеса по-русски говоря как бы по веслатому но конечно за огромную зарплату у джорджа популярный twitter он пишет там разные советы он занимается продвижением электронной коммерции и вообще разных технологических стартапов а его увлечением это ментальные модели в которых я уже тоже не раз записывал видео это образы мышления я не тоже рассказывал много-много раз сегодня я хочу рассказать о том как джордж предлагает привлекать удачу свою жизнь и от себя тоже добавлю какой-то несколько идей о тех играх где основное значение имеет мастерство написано очень много есть знаменитая но кстати не доказана теория 10 тысячах часах практики есть не менее знаменитые состояние потоком от автора со сложно произносимой минимум михай и тиксент михай ну и далее по списку много чего все есть а вот о тех явлениях где по крайней мере часть результата зависит от удачи написано не так уж много не считая учебников по покеру почему потому что по определению удача это случайное событие которое мы никак не можем контролировать поэтому обсуждаем мы подобные события очень редко и тут тем не менее есть некий очевидный секрет который как я уже много раз говорил не так уж очевиден дело в том что по крайней мере частично удача зависит от нашего поведения и шансы можно немного поднять если выучить вот эти правила игры но сначала нужно рассказать о том что точно не работает это уже от меня добавка важно это очень хорошо понимать я не устану повторять но многие даже очень серьезные люди они продолжают читать гороскопы проверять какой час год по китайскому календарю вычисляет какое-то свое удачное число из там непонятно случайных и там странных манипуляций с цифрами и так на что не стоит никогда тратить свое время это фэн-шуй трансерфинг реальности выслушание вселенной визуализация красивых красных автомобилей совершенно не поможет удачи если вы решите мысленно отдаться флюидом в какой-нибудь точке силы или притянуть везение силы и мысли какие у вас вообще могут быть мысли подумать я уже не говорю там про всякие заговоры талисманы обереги но это как в той истории дат психолога который лечил от сглаза возьмите крышку от унитаза и в 12 часов ночи закопайте ее на кладбище доктор а поможет ну не знаю но по крайней мере не повредит теперь работающие методы метод номер один избегайте занудство в этой фразе два значения ну я думаю догадались поэтому я повторю избегайте занудство речь о том что надо во первых избегать людей которые вас достают во вторых нельзя быть самым скучным человеком в комнате чем интереснее тем больше внимания вы сможете заполучить а чем больше внимания вы получите тем больше возможностей вам потом предоставится и понятно что если у вас много интересных знакомых тем больше возможностей они вам предоставят или они вам увидят или как-то передадут а чем больше возможности получат ваши друзья ну соответственно нам далее по списку больше шансов что вам что-то из этого перепадет если конечно вы не зануда на длинном периоде причем для окружающих это вполне может выглядеть как это невероятная удача особенно для тех людей которые не в теме и не понимают что происходит но сам факт того что вы интересны людям и у вас активные и прикольные друзья действительно этот факт помогает привлечь новые возможности что же делать как быть как себя вести чтобы вот удача пришла и в этом смысле как стать успешным человеком ну не так просто конечно как кажется но для начала можно просто посмотреть что делать люди которые которых вы считаете интересными чем они вам нравятся чем они занимаются и почему почему они вам интересны я добавляю тебя что скорее всего речь идет о страсти с которой они отдаются своему любимому делу начните с этого а дальше я думаю что вы начнете если быть следить вы начнете подмечать какие-то интересные особенности у интересных вам людей ну потом уже колесо фортуны закрутиться в нужную вам сторону и по мере того как вы будете становиться интереснее вы будете встречать сами все более интересных людей меня например недавно совершенно неожиданное пригласили в закрытый чат крутых ютуберов часть из которых миллионники и естественно там есть чему получиться так что становитесь интересными и вам обязательно повезет мир требует от нас постоянного самосовершенствования и остается это только признать puzzle English это сервис который подойдет не только новичкам но и тем кто хочет прокачать свои языковые навыки сервис позволяет изучать английский язык не только на сайте но из на вашем любимом девайсе с помощью мобильного приложения в отличие от консервативных методов обучения puzzle English предлагает творческую методику для развития языковых скиллов самое большое препятствие на пути изучения английского языка это невозможность как следует погрузиться в языковую среду сервис решает эту проблему тут куча абсолютно реальных отрывков из сериалов фильмов и интервью место монотонного голоса диктора вы услышите реальных людей с разными акцентами этому взгляд супер важно я не только учился на английском но и преподавал на английском и экзамены тоже на английском принимал но даже для меня тут нашлись заковыристые упражнения а шедлока холмса например я понимал с большим трудом но к счастью сервис позволяет выбрать верные ответы из предложенных поэтому мне было прикольно проверить свой британский акцент на puzzle English много разных заданий и игр тут можно создать личный план поболтать с носителями языка в аудио формате и ознакомиться с огромной библиотекой есть вот и полноценные курсы среди которых четыре авторских один даже подойдет для детей а если вы хотите заниматься по индивидуальной системе подключайте премиум доступ если кто-то сомневается на puzzle English стартовала черная пятница это значит что получить премиум доступ можно будет с огромной скидкой в этот день она составит до 75 процентов не упустите возможность ссылка как всегда в описании метод второй бритва удачи есть две очень известные ментальные модели но первая еще даже более известная чем чем вторая называется бритва окана у него простой принцип при прочих равных выбирайте более простой вариант введения действий как более простой технологии или более простой метод работы так вы избежите ненужных трудностей и не будете делать лишнюю работу вторая модель менее известным но тоже я думаю что вы не слышали называется бритва хэнлона там речь о том что не надо объяснять нерациональный и неправильное какое-то поведение других людей их злонамеренностью потому что скорее всего это поведение можно объяснить простой глупостью по крайней мере в большинстве случаев если вы будете применять эту бритву хэнлона вы скорее всего окажетесь правы хотя не всегда но это такие базовые принципы для принятия решений быстро каких-то решений в какой-то ситуации когда у вас нет времени на раздумья новый принцип который предлагает джордж мэк это бритва удачи если все остальные факторы равны выбирайте ту дорожку которая кажется вам наиболее перспективной он привел такой пример из своей жизни как-то раз он договорился пойти в бар с каким-то прикольным новым человеком из twitter была он живет в великобритании так вот была обычная британская мерзкая погода шел дождь и человек прислал ему смс слушай я чуть устал погода говно встретиться я конечно готов но буду рад и отменить если ты тоже не хочешь выходить на улицу когда джордж получил это сообщение он тоже был уставший и час ехать на встречу особенно там на общественном транспорте чтобы бухнуть ну конечно же не хотелось он уже собрался выслать сообщение что давай перенесем но прежде чем отменить эту тузу он задал себе вот этот вопрос а какой вариант выглядит удачней и здесь выбор стал очевидно либо встретиться с новым человеком и что-то новое узнать либо просидеть дома и посмотреть там новый сериал с помощью бритвы удачи ответ нашелся мгновенно поэтому он поехал уже догадались что-то встреча в баре принесла ему массу новых возможностей и эти новые возможности в свою очередь принесли ему еще больше их новых возможностей и на длинном сроке тот час езды когда он не хотел ехать принес ему нам какое-то колоссальное количество денег и новых каких-то перспектив метод номер три действуйте как покерист я сейчас не облефе возьмем рулетку рулетка это типичная игра на удачу и в ней вы никак не можете контролировать результат ну почти дилер просто крутит колесо бросает шарик и вам подать какая цифра а покер это игра где мастерство и удача они переплелись очень интересным причудливым образом при том что удача играет очень значительную роль мастерство все же влияет на результат больше и чем больше срок тем мастерство важнее вы не можете повлиять на то какие карты вам раздали и какие карты на столе но вы можете по-разному разыграть вашу руку в зависимости от того как ведут себя оппоненты и зависимости от того от вашего уровня мастерства так вот самые удачливые люди действуют как хорошие покеристы они постоянно ищут способы выиграть со своей выданной рукой способы хакнуть систему внимание теперь будет очень противоречивым и очень контр-интуитивная мысль который надо запомнить хотя на и конечно больше для красоты словца здесь и так играть в рулетку с мышлением покериста гораздо полезнее чем играть в покер с мышлением рулетки тут уиграть покер с рулеточным мышлением рано или поздно обязательно проиграет чем больше значения он будет придавать удачи тем меньше удача будет улыбаться ему по жизни ведь то на что он действительно может повлиять не будет иметь для него значения а вот те кто играли в рулетку с отношением покериста не раз и не два входили в историю они искали перекошенные барабаны следили за рукой дилеры делали ставки на более вероятный сектор который выпадет и в конце концов там подкупали пит боссов еще как-то наживались если задаться целью найти какую-то узкую область которую можно контролировать и на которую можно влиять своими действиями у вас могут получиться невероятные вещи почти в любом деле это возможно даже в игре где казалось бы присутствует исключительно удача можно попытаться найти слабое звено которое никто не видит сейчас еще почему потому что все сейчас считают эту игру рулеткой правда тут надо отдавать себе отчет чтобы не сказать не перескочить в лагерь этих трансерферов которые пытаются притянуть свою жизнь удачу заклинанием я не пукну я не пукну это не я это не я подводя итог сегодняшним мыслям давайте повторим пройдены не будьте зануды избегайте общество занудных людей не вафлите не упускайте возможности из-за слабоволи и лени станьте интересным человеком ищите общество интересных прикольных людей и они могут вам отсыпать немного своей удачи ну конечно не забывайте отсыпать свою удачу другим авось они о вас не забудут если повезет еще один совет от меня на канале есть видео насчет избегания тупости там есть отличный рецепт поведением чтобы заполучить свою жизнь удачу можно сконцентрироваться на том чтобы избегать больших неудач всем пока с вами был алексей марков